Всем привет, девочки и мальчики. Здравствуйте, девочки и мальчики. Жимка слова не даёт сказать. Чё, Серёжа, не здоровается. Просто Серёжа не успевает за мной. Опять в магазине были. Не успевает, когда я камеру включаю. Я болтаю, болтаю, потом включила. Он даже не замечает этого. Он не знает, здороваться, не здороваться. Мотор, камера включена. Ну, нет у меня сценария. Ездили в банк, заехали в магазин. Этот один комментарий меня убил напрочь. Вот. Всё время ездите, закупаетесь, постоянно покупаете. Гадская Германия. Причём здесь Германия, я не поняла. А чё, в других странах не закупаются люди? Причём здесь Германия, потом она, короче, говорит, вот, едете на своей машине. У некоторых по две машины. Гадская Германия. Гадский папа. Гадская Германия. Гошмар какой-то. Гадская Германия. Это у меня вид такой сегодня. Бешеный. Гадская Германия. Запрошу. Девочки, простите. За цепочку зацепилась. Сейчас я вот так. Короче, гадская Германия. И что, это показатели какого-то благополучия, если есть машина? Здесь машина вообще не роскошь. В Германии гадская. Здесь средства передвижения есть. Здесь без машины просто никак. Здесь у всех есть машины, кто работает. У всех, потому что людям нужно на работу ездить через 25 километров самое такое минимальное расстояние. За 100 километров, за 50 люди ездят на работу. Здесь нельзя без машины. Да, люди берут кредит, люди так расплачиваются. Но здесь нельзя без машины. Нельзя. Причем здесь гадская Германия? Вообще, причем здесь страна? Я не понимаю. Не знаю. Сейчас вон везде езжу и смотрю. Нормально. Кто работает, люди нормально живут. Тоже имеют машины. Не машину, а какой-то мотоцикл. Не мотоцикл, а какой-то мотороллер. Ну, средства передвижения есть. Причем здесь гадская Германия. Именно гадская Германия. Ой, иной раз кто-то напишет чего-то такое. Хоть стой, хоть падает. Честное слово. Здесь нельзя без машины. Нельзя. Никак. Сережа 25 километров на работу ездит. Как он без машины? 20. Ну, 20. А Дюринг когда-то работал? Тоже так же. 25 было Дюринг. Ну, как тут без машины? Ну, как? Я вот, например... Я не знаю. Люди некоторые за 100 километров ездят каждый день на работу. Я, например, до такой степени привык на машине, что я не могу пешком перейти через дорогу. Да здесь все на дальних расстояниях. Все. В магазин мы едем, закупаемся. Ты же не будешь это все на себе тащить. Естественно, ты берешь машину, закупился на неделю. Сейчас скажешь, ты каждый день закупаешься. Ну, товарищи, ну работайте. Ну, работайте. И будет вам счастье. Здесь это не роскошь. Да я тебе только что сказала, что это... В Германии здесь не рос. Это когда у тебя стоит... Вот, например, вот сейчас как это стоит. Вот это же стоит на пару месяцев она. Вон автобус выезжает. На полгода только? Да, на полгода. Вот такие машинки. Лето. Да, что только летом ты платишь за нее налог. И когда у тебя несколько таких стоит, да, это роскошь. На самые старые раритетные машины налога нет. Люди не платят. Там чтобы оригинал все был. Ну да. А вот старые вот ездят такие иногда. Вот когда вот стоит несколько вот таких, а ты на работу на другой ездишь. А эти вот так стоят, чтобы только летом покататься. И все. Да, это роскошь. Когда у тебя простой автомобиль, это не роскошь. Здесь без машины ты копейки не заработаешь. Да, именно в копейки. Когда я куплю ВАЗ-2101, вот это будет роскошь. Да? Тут даже катера свои, и то это не роскошь. Покупают катерочки, стоят в каждом дворе почти. Сдают тоже на права. Стоят катерочки такие небольшие. Если ты уже яхту возьмешь, тогда уже да, это роскошь. А катерочки такие маленькие, лодочки. Я не знаю. При чем тут, при чем здесь это было вообще? К чему она написала это? И гадская страна. Нехрен мою страну оскорблять. Я вашу страну не оскорбляю. И вообще никогда никакую страну не оскорбляю. Если вам не нравится, может быть, наше правительство, тогда другое дело. Страна здесь при чем вообще не понимаю. Привет, девочки. Чем занимаюсь? Моторику разрабатываю. Сижу, отдыхаю. Стирку закинула, вывесила, кушать наготовила. Сижу, отдыхаю. Сережа на работе. Я отработала. Вот, сижу, баловаюсь. Успокаивает, знаете ли. Правда, это очень мелко. Ну, ничего. Справляюсь. Новости, девочки. Этот убийца. В 22-м он приехал, по-моему, что ли. Короче, в 23-м он должен был покинуть страну. Это никто не проконтролировал. Никто это не проконтролировал. Он остался. Я вот такое натворила. А если бы нормально следили за этим всем, может бы и не получилось. Также и приезд Шольца в Золинген. Возложение цветов. Все бюргеры, то есть жители этого города, сказали, что это просто... Ну, надсмеялся он над ними. Просто вот как цирк устроил и все. Что вот это вот ничего не значит, что он приехал, там цветы возложил. Он как будто бы сочувствует, сожалеет. Ничего подобного. Жители просто в ахере. От него, от его действий. Это вот такой убийца. Это его физиономия. Вот она приезжала, цветы возлагала. Жители говорят, что он это просто делает для фотографии. Ни о чем он вообще не думает. Написано, почему. Сейчас у них дебаты. С каким ножичком можно ходить, с каким не можно. Как будто ножичек убивает людей. Не ножичек убивает, а человек убивает. Какая разница. 6 сантиметров можно тоже убить человека. И если я иду целенаправленно, например, убивать, естественно, я не буду смотреть, какие гизетцы, законы, да, какой длины можно, какой не можно. Беру такой, какой мне нравится, и иду, убиваю. Что за бред, что за цирк происходит, я понять не могу. Теперь они хотят возвращать афганцев, сирийцев, там же типа нет войны. И еще давать им деньги, чтобы они первое время смогли там жилье оплатить, еду, все дела, понимаете. Этот человек, например, ни дня здесь не работал, есть такие. И теперь, когда его будут депортировать, еще за счет налогоплательщиков им еще бабло дадут, чтобы он поехал туда. Цирк, цирк, а люди погибли. Знаете, что я вам скажу? Человек, кроме Бога, никому больше не нужен. Никакому правительству, никаким законам людским не защищен, ничем. вот он никому не нужен. И его жизнь всем безразлична. Кроме Бога. Питуньи мои отрезала, они цветут. Мороженое продает, машина приехала. У нас, короче, погода такая, утром такой дубак, а днем нормально, лето. Чей мужик трусы потерял? Чей мужик тут был? Тут и соску кто-то потерял. Интересно, что здесь было. Там трусы, там соска. Погода вообще четкая. Но ночью холодно, утром холодно. А так вообще, сейчас вообще даже ни ветерочка, ничего нету. Красота. Прям так и хочется уйти в отпуск и не работать. Как громко музыку слушать. Уже знакомый всем маршрут, иду домой. Ой, какая погода сегодня хорошая. Завтра тоже, обещаю, даже еще жарче. Динамо бежит. Ничем сегодня не занималась. Ничего не варила, ничего не готовила, ничем не занималась. Писала картину. Девочки, я пропаду, наверное, какое-то время, потому что это очень увлекательно. Пока не закончу, Аленой в эфире не появится. очень увлекательно. Правда, шея болит. Ну, очень увлекательно. Редактор субтитров, Ягarin, ягarin, ягarin. Не забываю.